А сейчас я ничему не рада уже. И сейчас проезжает град. Ни на прием не попадешь. Последний раз это личное было. Сидела, сидела. Я говорю, я не уйду, пока его нет. Пенсионерка Артемихина не может сдержать слез. От коммунальных неурядиц у женщины шалят нервы и скачет давление. Говорит, после ночного ливня потолок покрылся желтыми пятнами и разводами. На кухне образовалось настоящее озеро. Правда, к приходу инспекции из ЖЭКа звездка загадочным образом высохла и снова побелела. Они пришли в 10, дождь был где-то около 3, где-то в это время сильный ливень-то был. Ну, конечно, у меня все закрыто, духота. Конечно, оно могло и просохнуть, я не спорю. Бабушка уверена, всему виной не потусторонние силы, а халатность управляющей компании. Со слов Людмилы Петровны в доме творится чертовщина. То пропадает электричество, то ломается домофон. Это не дом, а, ну, может быть, лет 5-6 постоим, а там нам признают ветховарение. Не так страшна текущая крыша, как привередливые скандальные жильцы, уверенные в управляющей компании. Тут имя Людмилы Артемихиной уже стало нарицательным. Почти в каждом доме есть такой человек, который вот всем недоволен и вплоть до президента должен добраться и всех уволить, всех наказать. У нее действительно в прошлом году крыша текла, устранили, сделали ремонт. И вот сегодня она мне позвонила, утром вот здесь у меня записано. Я послал инженера туда, он сходил, посмотрел с начальником ЖИКа. Потолок сухой, взяли ее мужа, сходили на крышу, крыша не бежит. Но, тем не менее, она просит 10 тысяч компенсаций за это. Недовольная жительница пишет заявление в прокуратуру. Коммунальщики штудируют гражданский кодекс, ищут закон, который убережет от неспокойной собственницы. На стороне ЖИКа и большинство соседей. Все нормально, все отлично, жалоб нет у нас. Ну, здесь никаких-то рецептаний. Нет, никаких. Ну, я не знаю, мы еще пока не живем, ремонт делаем, а вот лифт постоянно ломается. Это вообще не радует. Эти слова словно стали пророчеством. С нечистой силой съемочная группа 31 канала все-таки встретилась. Правда, уже не в квартире пенсионерки Артемихиной, а в подъезде. Доватора 42В, первый, застряли в лифте. Продолжение следует...